Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Не чипай, хай стою Сказали, что будут стоять Ребята, мы все волнуемся, переживаем Сережкина мама уже, можно сказать, садится на самолет А сколько ты говорил, она уже... Она сейчас в аэропорту ждет, только посадочный талон никак не получит Да, просто там же это нереальная очередь, хотя она и заранее приехала Приехала заранее А сколько она, ты говорила, уже не летала, когда в последний раз она была? Это лет тридцать, не знаю Тридцать лет назад Может и сорок Она немножко волнуется, говорила, что будет выпьет немножко валерьянки Мы говорим, да-да-да-да, чтобы не волновалась, потому что... Волнительно Это все, я просто помню Даже я как... Опытная Опытная, да Путешественница Путешественница Я уже летала очень много с Сережкой Но с Сережкой как за горой Я ни за что не переживаю Сказала, нужно идти туда Я особо не парюсь, не проверяю, не смотрю А, да, ну-то пошли Ну, такая... И, как помню, просто когда я с Яриком сама летела То я очень волновалась Потому что и язык несовершенен И много всяких нюансов С ребенком сама тоже очень волновалась Помню, ну, все прошло хорошо Сережка уже съездил в турецкий магазин И накупил дым Тех, о которых я говорила, что они обалденно вкусные Купили, потому что Сережка на маму приезжает И их что-то вкусненькое Да, Сережа купил вот дыни И вообще они уже продаются за 5 штук 1 евро 5 штук 1 евро Ну, это связано с тем, что они уже начинают портиться И их когда-то быстро скинуть Ну, то есть вы не думайте Они там не гнилые Они там где-то снаружи Где-то точка есть Точечка, да То есть вырезать нужно А сама в середине дыня очень вкусная Ярик сейчас спит Сережка поедет еще в магазин Докупит продукты и что-то на стол Вечером, чтобы вкусненькое покушать И потом берет Ярика С позитивным настроем Едут в аэропорт Встречают маму Фух Я очень рада, что я дождалась Еще не дождалась Я уже наперед Если этот влог выйдет, то значит дождалась Все, потом можно Завтра в сережке выходной Что-то мы ничего не запланировали Может куда-то поедем, что-то посмотрим Мы еще не знаем Короче, пока ждем маму Ты кушал пол дыни вот так Скибочку За раз Ну, я могу Всем привет Мы в Тортменде В Убане Ждем Это в метро В смысле я имел в виду В подземном Ждем нашего поезда И чтоб ехать в аэропорт Сегодня расписание нас подвело Я ехал как бы, чтобы могло не успеть Надеялся на немецкую точность Но трамвай задержался на 8 минут Я не успел на поезд Из-за этого не успел на следующий Такая связка пошла Что в итоге маме придется Возможно меня минут 10 ждать Вот я переживаю Как она это переживет Ярик уже с нетерпением Хочет в каждый первый попавшийся поезд Сесть Но на следующий Ярик В следующем едем Вот, наконец-то мы дождались нашего поезда Сейчас он прибывает Мы с Яриком сейчас в Дортменде Ждем нашего автобуса Чтоб ехать за бабушкой в аэропорт За моей мамой За его бабушкой Юля осталась дома Потому что, вы знаете Мы ждем ребеночка И чтоб ее не тревожить Оставили ее дома А Ярику не сидится на месте Он хочет движение, движение, движение И только вперед Сейчас пойду с ним кататься Потому что автобус еще через 5 минут Только приедет Нам повезло Автобус был пустой Из-за этого мы очень быстро добрались И похоже раньше, чем по расписанию Мы будем в аэропорту минут на 5 Так что маме долго ждать не придется Все, мы уже на месте с Яриком Ярик нетерпений ждет бабушки Похоже на то, что мы успели Потому что нашей мамы еще тут нет Но люди уже понемногу выходят Кто прошел паспортный контроль Мы будем ждать нашу маму Сейчас она где-то появится Что-то я задолбался ждать Уже человек 30 вышло Мамы все нету Я уже волнуюсь Прошло уже Прошло уже минут Как я сказал, 20 А ее все нету Ярик уже тоже волнуется Когда она уже появится Наша мама приехала Наш привет Наконец тут мут у нас И заставила поволноваться Ярик, все, мама Бабушка Все, побежали Потому что сейчас автобус уезжает Вот, все отлично Мама говорит Что в аэропорту Даже никаких документов не спрашивали Она дала только паспорт И поставили печать Так что никаких приглашений Не понадобилось Как мы и ожидали И даже то письмо Которое я написал Приглашение Даже Я сам его составил Там То все Что я приглашаю маму в гости Мой адрес, телефон И Приложил к нему все свои документы Это все не понадобилось То есть дала мама паспорт И поставили печать И на этом все Так что без визы работает Ура Все, мы уже из Дортмунда Отправляемся К себе домой Ну что, добрались мы наконец-то домой Нас встретила Юля Она готовила Тут очень было все вкусно Посидели мы за таким Праздничным столом Поужинали И сейчас расходимся все спать Я теперь расслабленно довольный Потому что мама доехала И все за что О чем я переживал Все получилось Не было совершенно никаких проблем Я там боялся Первое, почему я переживал Я купил авиабилеты На свою кредитную карточку У авиакомпании есть условия Когда вы оплачиваете авиабилеты Кредитка И вы должны Если потребует Работник авиакомпании Предъявить эту кредитку При получении Посадочного талона Я очень переживал Что в Киеве потребуют кредитку У нее нету И не посадят ее Ну, слава богу Никто не спрашивал Так что обошлось Но уже когда она домой будет ехать Я уже буду ее провожать В аэропорту Поэтому кредитка будет со мной Потом второе Я переживал Как там у нее сумка Пройдет, не пройдет У нее была оплаченная Ручная кладь Она там имеет определенные габариты А мама купила себе сумку Тоже там На 4 сантиметра длиннее Выше, чем положено по габаритам Ну, тоже там все Прошло хорошо И тут в Германии Я переживал за Пограничников То есть В связи с этим безвизовым режимом Виз нету И пограничник Как бы Принимает решение Впускать человека В Германию Не впускать И тоже Я немного переживал Хотя все документы Были готовы Я написал приглашение Сам Хотя люди Там Ну, кто Как бы не сталкивался Не знает Не в курсе Что такое безвизовый режим Все по старинке думали Что обязательно надо Официальное приглашение В Ратушу Утверждать Там на государственном бланке Германии Ничего подобного Для безвизового режима Достаточно просто Любой там Е-мейл написать Или Вордовский документ Подготовить В котором будет Просто написано Что я Такой-то Такой-то Как меня зовут Где я живу Там Мои контактные Телефоны Мой адрес Что я приглашаю Этого человека В связи с тем-то Тем-то Или он мой друг Или мой родыч Или еще что-то Подобное И достаточно Предъявить Это письмо Ну, если У пограничника Возникают вопросы Я это все Подготовил Сделал копии Своих документов Там Моего вида На жительство Моего паспорта Всего остального Свидетельство О рождении Которое будет Подтверждать Что Нашу родственную связь Но Моя мама Решила рискнуть И я ее В этом поддержал Ну, изначально Я думал Что она сразу Даст эти все документы Пограничнику Но потом Мы решили Что она просто Даст паспорт ему А уже Если ему Что-то не понравится То она даст Остальные документы И она так и сделала В Дортмунде Она дала паспорт Пограничник взял паспорт Просканировал его Поставил печать И отдал ей Все Вообще Совершенно никаких вопросов Не возникло Что паспорт Новый Голый То есть Моя мама Получила загранпаспорт Специально для этой поездки Она еще никуда Не ездила По нему Он был Девственно чистый И вот так Она его Обкатала В Германию Так что Не бойтесь Без визы Работает Приезжайте Путешествуйте Все будет хорошо Я вам всем желаю Спокойной ночи Потому что У нас уже 11 ночи Встретимся завтра Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok